Музыка 120 школьников со всех районов Большого Сочи собрались на спортивной площадке парка Ривьера, чтобы доказать здоровый образ жизни в их понимании. Это далеко не последние веяния моды, а то без чего они уже просто себя не представляют. Каждый из этих ребят посещает секции в разных видах спорта и многие добились хороших результатов на городских и краевых турнирах. Мы втроем ездим на соревнования по лёгкой атлетике городские, это шиповка юных, краевые, это в Краснодаре, и в футбол ездят в Сочи или в Адлер, баскетбол, тоже у нас хорошо разве баскетбол. Также иногда мы ездим на лёгкую атлетику именно школьным составом. Футбол у нас в Адлере или в Сочи проводится. Для меня спорт для здоровья, потому что если ты не можешь заниматься спортом, у тебя не будет никакой физической подготовки, дыхать в дыхалке тоже никогда не будет. И для самообразования тоже прыгать, бегать, играть в футбол надо уметь, мне кажется. Валерия Петрова, например, 7 лет занимается лёгкой атлетикой и часто занимает первые места. На последних краевых соревнованиях тоже вошла в число победителей. Были в Краснодаре, там было 600 метров, 460 метров. Длина очень сильно развита, многообразная. Но вот я умею себя в разряде первой взрослой. Мне скоро будут выполнять кандидат в мастера спорта. Сегодня она в составе команды 18-й школы представляет Хостинский район в младшей возрастной группе. Кстати, именно школьники из Хосты в прошлом году стали победителями краевых соревнований «Спорт против наркотиков». В этом году состав двух команд – младшей и взрослой – новый, но цель та же – победить. Но сначала городской этап за право выхода в зональный этап борются и другие три района Сочи. В каждой команде по 10 человек и две возрастные группы. В этом году количество участников городского этапа краевых соревнований «Спорт против наркотиков» увеличилось в разы. Если в прошлом году было всего 4 команды, то в этом уже 12. В этом году у нас значительно больше команд по сравнению, чем с прошлым годом. Так как уже эти соревнования проводятся несколько лет, ребята видят, что победители наших соревнований отправляются на краевые соревнования «Спорт против наркотиков». Им там очень нравится, они занимают призовые места, становятся победителями, находят друзей себе из других муниципальных образований Краснодарского края. Поэтому наше мероприятие захватывает и количество участников увеличивается. Вот в этом году оно увеличилось практически вдвое. Команда победительницы наших соревнований отправится на финальные соревнования «Спорт против наркотиков». Сначала зональные соревнования, а затем, если они победят в городе «Горячий ключ» на соревнованиях, которые пройдут 18 октября уже этого года, зональные соревнования, они пройдут финальные соревнования, которые состоятся в городе Славянск-на-Кубани. В прошлом году у нас победили в обоих возрастных группах команды Хостинского района. Это школа номер 11. Ребята поехали на зональные соревнования, а затем, выиграв на зональных соревнованиях, они стали победителями финальных соревнований «Спорт против наркотиков» Краснодарского края. Соревнования проводятся в три этапа. Первый этап проводится в каждом муниципальном образовании Краснодарского края. Затем победители в каждой возрастной группе муниципальных соревнований попадают на зональные соревнования. У нас 8 зон. У каждой команды своя зона. Наша зона – это горячий ключ. И затем, если они побеждают, по одной команде победительницы выходит финал. За победу в наших городских соревнованиях мы награждаем ребят кубками, соответственно, медалями соответствующих степеней. А в зональных соревнованиях ребята получают самое главное – это путевку в дальнейший этап соревнований и, соответственно, также кубки и медали краевых соревнований. В финальной части соревнований детям вручаются личные призы. И ради этого они тоже хотят бороться и стремиться к победе. Самое главное – то, что ребята, если попадают на такие соревнования, они понимают, что спорт – это самое важное в жизни, здоровье – это самое важное в жизни. И поэтому они меньше времени проводят на улицах, в дурных компаниях. И, соответственно, они приходят в наши секции, на наши занятия, на тренировочные занятия. И они увлекаются этим и идут дальше, достигая в дальнейшем в своей жизни высоких результатов в спорте. Задача участников соревнований – получить наибольшее количество баллов в трех дисциплинах – прыжки через скакалку, дартс и комбинированная эстафета. Каждое испытание – проверка командного духа. Самое трудное – скакалка, говорят школьники. Нужно выполнить как можно больше прыжков и всего за одну минуту. Мы раньше на них не прыгали, мы прыгали отдельно. А самое главное – это, наверное, командная работа, потому что если не будет команды… Слушать каждого. Да, слушать каждого, прислушиваться. Если не будет командной работы, то как бы мы ничего не получим. Прислушиваться надо, одно мнение иметь. Все таким коллективом, да, первый раз. Но раньше мы участвовали другим коллективом. Каждый год у нас по-разному. Мы ездим на разные другие мероприятия. Дартс выявляет метких. Комбинированная эстафета показывает уровень владения футбольным мячом у мальчиков и баскетбольным у девочек. Так, те, кто еще не посещает секции, могут определиться с видом спорта. Восьмиклассницы Валерия Серазидинова и Евгения Заборовец нашли себя в хип-хопе. Любимый спорт – танцы, хип-хоп. Мы участвуем во многих конкурсах, даем свои концерты. Выезжали уже в Небук на Хрустальную Магнолию, занимали гран-при места. Сюда мы пришли участвовать в акции «Спорт против наркотиков». Настрой боевой. Будем побеждать. Мы хотим выйти в финал в акции «Спорт против наркотиков», потому что спорт – это самое главное в жизни. То, что помогает нам чувствовать себя увереннее, быть здоровыми и поддерживать свою форму. Чтобы школьники были здоровыми, на курорте с 2012 года реализуется всероссийский проект «Самбо в школу». Это дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности. Национальный вид спорта заменяет третий урок физкультуры. Самбо сейчас достаточно популярный вид спорта. Наша школа конкретно участвует с 2015 года в этом проекте «Самбо в школу». И мы, значит, активные участники этого проекта. В рамках третьего часа в урок физической культуры включено самбо. И благодаря развитию самбо, благодаря этой программе, наши участники регулярно становятся победителями и призерами краевых соревнований по спортивному самбо. В 2019 году на краевых соревнованиях, в командных краевых соревнованиях по самбо город Сочи занял по юношам первое место, по девушкам второе место. Деньги на ведение уроков самбо в кубанских школах выделяются из краевого бюджета. В прошлом году эта дисциплина появилась в 360 учебных заведениях края. Планируется, что к 2021 году самбо будут преподавать в более чем тысячи школ. А к 2023-му спортивные комплексы, специализирующиеся на единоборствах, появятся во всех районах региона. Об этом на открытии новой спортшколы в Сочи сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Новая спортивная школа единоборств на 280 детей открылась в августе. Там преподают дзюдо, самбо, смешанное боевое единоборство и тайский бокс. Самое главное, что тренировать их будут уже именитые, известные спортсмены, призеры, чемпионы российских и международных соревнований. Это будут не просто их тренеры, это будут их наставники. И я хотел бы, очень хотел, чтобы эти тренеры были по-настоящему их наставниками в жизни. Чтобы эти мальчишки, а может быть и девчонки, никогда не сошли с настоящего, правильного пути гражданина нашей страны. Ведь важно не только побеждать на ковре, важно побеждать в жизни. Вот чему учит спорт. А еще очень важно отметить, что ведь на ковре проявляется не только сила, выносливость, упорство. На ковре проявляется уважение к противнику, какой бы национальности он ни был. Только секции самбо в Сочи действуют в четырех школах, в которых занимается около полутора тысяч детей. Общее количество спортивных дисциплин, которые развиваются в Сочи – 85. С каждым годом количество секций увеличивается. Так растет спрос. И спортом на сегодняшний день занимаются около 50 тысяч детей. Хорошо, что в городе Сочи можно спортом заниматься круглогодично на открытых площадках. Количество спортивных площадок мы с каждым годом будем увеличивать. Наш проект под эгидой губернатора – это самбо в школу. Мы до конца года запланировали в 22 общеобразовательных учреждениях этот проект реализовать. Благодаря администрации Краснодарского края мы закупили татами во все эти учреждения, произвели набор тренеров профессиональных. И теперь только дело за малым. Это мы начинаем тренировать наших же сочинских школьников и продвигать самбо в общеобразовательных учреждениях. Если мы берем краевой уровень, то у нас очень хорошо продвигается. Мы очень хорошо выступаем в конном спорте. Мы отлично выступили в боксе. На всероссийских соревнованиях, вот буквально вчера у нас бронзовая медаль по карате, но нужно понимать, что выступало всего лишь 100 человек со всей России. Это были сильнейшие люди. Вот сочинец у нас едет с бронзовой медалью. Теннис мы недавно совсем выиграли. У нас есть радостное событие, что наш сочинский теннисист отобрался и будет выступать на Кубке Кремля в этом году. Это тоже для нас огромное событие. Почему? Потому что мы всегда славились нашими теннисистами, нашими звездами. И вот мы, я думаю, сейчас продолжим наши традиции. Был небольшой перерывчик, а теперь опять у нас зарождаются звездочки в теннисе. Мы очень сильны, конечно, в самбо, мы очень сильны в дзюдо. Футбол у нас просто великолепно продвигается, потому что благодаря и чемпионату мира, благодаря тому, что футбольный клуб Сочи появился, у нас футбол стал просто мегапопулярным. И он уже на первом месте по количеству занимающихся. Но, конечно же, мы знаем, где нам надо еще прирасти. Мы всегда были сильными в велоспорте, мы всегда были сильными в плавании. И сегодня из-за того, что инфраструктура нам не позволяет в полном объеме дать детям. У нас сильные тренеры, но не хватает, например, бассейнов. Мы тоже эту проблему понимаем и тоже рассчитываем, что в ближайшем будущем мы разовьем инфраструктуру. И тогда и в этих видах спорта мы окажемся впереди, так скажем, планеты всей. Край всегда на себя берет, конечно же, львиную долю финансирования. Потому что мы все понимаем, что бюджет города Сочи, он никогда не сможет вытянуть такие колоссальные суммы. Потому что построить объект, любой объект, это большие затраты. А на город всегда ложится не только строительство. Это же, конечно же, город Сочи, есть очень много статей бюджета. Конечно же, благодаря тому, что у нас к спорту отношение в администрации Краснодарского края, оно просто исключительное. Конечно же, львиную долю затрат на себя берет Краснодарский край. И на этот год у нас уже запланировано начало строительства малобюджетного спортивного комплекса на улице Донской. Мы уже строим малобюджетный спортивный зал по боксу, тоже на улице Донская, на переулке строительном. У нас в середине октября начнется строительно-монтажные работы спортивной профессиональной площадки в районе 77-й школы. И все это, конечно же, благодаря тому, что край смотрит на город Сочи и активно помогает нам финансово. Львиная доля, я хочу сказать, это доходит до 90% финансирования, край берет на себя. Поэтому, конечно же, мы благодарны им за это. И мы нашими результатами, нашими показателями, мы будем, так сказать, говорить спасибо администрации Краснодарского края и лично губернатору. Ну а что касается итогов городского этапа краевых соревнований спорт против наркотиков, то пока лучшей в двух возрастных группах стала команда 11-й школы из Мацесты. А это значит, что школьники Хостинского района вновь будут отстаивать честь Сочи на зональном этапе соревнований. Турнир пройдет 18 октября в горячем ключе. Сочи на зональном этапе. Сочи на зональном этапе.